Новый цоколь не прожил и года. Облупился, местами появилась плесень на кирпичах, а сточные трубы развалились. Недовольны жители дома по улице Интернациональная 48 и тем, как отремонтировали подъездные козырьки. Менят во всем недобросовестную управляющую компанию, говорят дворника и того нет. Собственники решили убирать территорию сами, но и тут возникли сложности. Я позвонила за неделю, попросила инвентарь. Ну элементарно грабли, лопаты. Мне сказали, да, позвоните на недельки, мы уточним, все вам дадим. В субботу, когда это действие у нас должно было происходить, я позвонила, мне сказали, мы вам ничего не дадим, потому что у нас карантин, делайте субботник после карантина. Тем не менее, субботник жители дома провели, но собранный мусор не вывозят больше недели. Самоизоляция, говорят собственникам в диспетчерской. На входе в управляющую компанию СИД, точнее стоит вот такая табличка, прохода нет, карантин до 30 апреля. Здесь по-прежнему закрытые по вопросам. Управляющая компания просит обратиться по телефону, однако дозвониться до них, по словам местных жителей, практически невозможно. Мы дозвонились сразу. Сотрудник управляющей компании легко пошел на контакт, но сказал, что часть вопросов пока они не решают и откроются нескоро. Закон на их стороне. В сложившемся режиме самоизоляции управляющие компании имеют право уйти на, скажем так, уменьшенное количество работ и оставить только те работы, которые подходят под аварийные. Ну а жителям юрист советует обращаться в госинспекцию, если, по их мнению, до самоизоляции работа УК проводилась некачественно. Но до этого совет дома должен переговорить с домоправителями и попытаться прийти к компромиссу. К слову, после нашего визита УК все же вспомнила о своих обязанностях. Не успела от телевидения уехать, у нас мусор начали убирать. С представителей ЖЭО пришли, кто-то настучал. У жителей дома на интернациональной, как и у других, есть право сменить управляющую организацию, что они и планируют сделать. Но юристы утверждают, что и новые управленцы сразу решить все проблемы дома не смогут. Собственникам тоже нужно уметь договариваться и приходить к компромиссу со своей управляющей компанией. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.